Глава региона обсудил с депутатами фракции «Единая Россия» план увеличения бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Мы сделали с вами огромный шаг вперед с точки зрения повышения собственных доходов, повышения собственных возможностей для удовлетворения нужд и социальной сферы, и экономики, и граждан. И не случайно сегодня в Ульяновской области очень часто приводится пример, как территория, которая создала экономическое чудо, основанное не на природных ископаемых, а на интеллекте, на инвестициях, на инновациях. Основные параметры главного финансового документа значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так доходы составят чуть больше 52 миллиардов рублей. Расходы сформированы в сумме 51,7 миллиарда рублей. Цифры внушительные, однако по подсчетам экспертов, в целом доходы можно увеличить в среднем на 3-4 миллиарда рублей. Для нас, для фракции «Единая Россия» очень важно сейчас найти дополнительные доходные источники, посмотреть резервы каждого налогового источника, чтобы в течение 2019 года администрированием, работой с муниципальным образованием, с налоговыми органами, с федеральными структурами пополнить и добиться дополнительных доходных средств по каждому. Нам важно, чтобы бюджет Ульяновской области перевыполнялся. Депутаты предлагают обратить внимание на следующие составляющие. Налог на доходы физических лиц НДФЛ, теневую экономику и целую группу отчислений в бюджет, среди которых, к примеру, налог на недрополезных ископаемых. Если правительство, депутаты и налоговые структуры сработают как единая команда, то заявленную сумму можно будет увеличить до 10-11 миллиардов рублей. Но опять же, здесь расслабляться не нужно и не нужно думать, что нас должны обеспечивать только новые предприятия. Нам нужно еще работать с теми, которые есть на сегодняшний день и потенциал достаточно большой. По нашим расчетам, которые мы делали на базе либеральной платформы партии «Единая Россия», где-то порядка 11 миллиардов мы не добираем. Это наш потенциал, который мы можем собрать и в 2019, и в 2020 году. Все зависит от того, насколько мы все слаженно поработаем. Еще одно непаханное поле в плане увеличения доходной части бюджета, по мнению депутатского корпуса, это муниципальное образование. Работу на селе с производителями и местными предприятиями нужно вести более тщательно. Наше экспертное сообщество как раз дало несколько векторов, откуда необходимо взять средства. Прежде всего, это работа сельскохозяйственными предприятиями в плане повышения сельхозналога. А второе вопрос, связанный также с сельскохозяйственной тематикой, это максимальное использование невостребованных земельных участков и повышение земельного налога, который как раз остается в 100% в бюджете муниципальных образований. Глава региона отметил, что все замечания и предложения депутатов фракции «Единая Россия» по бюджету будут взяты на вооружение. Первое чтение финансового документа запланировано на 21 ноября. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульянской правды.